Привет! В эфире All In от Игромании, со мной Дашей Бунтиной. И сегодня ты узнаешь, что говорят авторы Borderlands о продолжении, чем сможет порадовать вторая часть русов против ящеров, почему игроки раскритиковали DLC для Mortal Kombat, и какие новые беды нависли над Ютубом. Ну а перед началом просмотра попрошу тебя поставить лайк, подписаться на канал, ну и поделись роликом с друзьями. И если ты всё сделал, то мы начинаем. Borderlands 4 не за горами. Об этом прямым текстом заявил глава студии Gearbox. Фанаты уже давно знают о разработке продолжения, так как находились самые разные утечки. Сейчас команда разработчиков трудится сразу над несколькими проектами, но их подробности пока что не раскрыты. Возможно, одной из игр окажется Borderlands в фэнтезийном сеттинге. Как оказалось, разработчики довольны спин-оффом про страну чудес маленькой Тины. Студия хотела бы продолжить развитие этого направления. Более того, авторы могут анонсировать новую киноадаптацию франшизы до конца года. И это при условии, что самый первый фильм выйдет на следующей неделе. В нём снялись Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис, Кевин Харт и другие звёзды кино. Картина появится даже в российских кинотеатрах и станет началом новой киновселенной. Ироничный экшен «Русы против ящеров» получит сиквел. Разработчики обещают, что в этот раз всё будет серьёзно. Но, судя по дебютному трейлеру «Полному стёба» и отсылок на «Властелина колец», игра точно прибавит в эпичности. В продолжение мерзкие ящеры вновь нападут на землю русов, но в этот раз они получат новейшие технологии от их тайных покровителей. Славные богатыри должны защитить Гиперборею и очистить Байкал от вредоносных заводов. Вторая часть «Русов против ящеров» появится в Steam в начале следующего года. Разработчики учли ошибки оригинала, поэтому сиквел можно пройти как в одиночку, так и вместе с друзьями. У первой игры тоже был кооператив, но его добавили только с выходом крупного обновления. Появились новые подробности Claire Obscure Expedition 33. Для французской студии Sandfall Interactive это дебютный проект, но разработчики хотят достигнуть наилучшего качества. Например, команда уделяет много времени графике, чтобы создать пошаговую РПГ с самым высоким уровнем детализации. Разработчики подглядывают основы ролевых механик у Final Fantasy Persona и франшизы Tales, а для динамичных и захватывающих боев вдохновляются сериями Dark Souls, Nier и Devil May Cry. Так команда придумала реактивную систему, позволяющую в реальном времени отвечать на действия противников. Герои смогут парировать, уклоняться и контратаковать, что создает ритмичный игровой процесс. На сюжет игры повлиял французский роман «Орда встречного ветра», в котором люди борются с сильнейшим ураганом. Победить его можно только в Месте за рождение, куда высылают отряды на тренированных бойцов. Релиз Claire Obscure Expedition 33 состоится в следующем году на ПК, Xbox и PlayStation. Культ оф Зе Ламп получит большое бесплатное обновление. 12 августа в приключении появится Козёл, что станет вторым персонажем в локальном кооперативе. Игроки смогут вместе развивать поселение, рыбачить и сражаться с врагами. Некоторые реликвии и карты Таро будут изменены специально для совместного режима. Последователи Ягнёнка получат множество новых черт. Например, они смогут страдать от бессонницы, спасать зверей из заточения или будить соседей демоническим храпом. А некоторые станут нападать на главного героя из-за чувства ревности. В общем, с жителями придется повозиться. Для них можно построить два дополнительных здания — ясли для малышей и арену для игры в кости. Для последней части Mortal Kombat выйдет сюжетное расширение. Платное дополнение откроют новые главы и разблокируют второй набор бойцов. В него войдут Сайрекс, Сектор, Нуб Сайбот, Гоуст Фейс, Конан Варвар и Т-1000. Казалось бы, все здорово, и сюжет продолжится, и любимые герои вернутся, и персонажи из других вселенных выглядят многообещающе. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Новые бойцы не продаются отдельно, как это было с первым набором. Они привязаны к сюжетному DLC, который обойдется в 50 долларов. С таким решением не согласны даже разработчики. Как минимум, старший производственный менеджер репостнул запись одного из недовольных игроков. Даже Shadow of the R3 для Elden Ring стоило всего 40 баксов. А это DLC принесло новый регион с разнообразными боссами, испытаниями, а также оружием. Игроки уверены, что расширение для Mortal Kombat не оправдает столь высокий ценник. Закат Ютуба все ближе и ближе. Сервис попадает под поправку, обязывающую владельцев популярных каналов вести отчет в Роскомнадзор. Эти меры относятся практически ко всем социальным сетям и мессенджерам. Депутаты обещают, что не будут блокировать анонимные каналы, но им запретят размещать рекламу и получать донаты. Пока что этот законопроект находится на рассмотрении, но его уже могут принять во втором чтении. А в сети все больше разговоров о том, что Ютуб заблокируют в ближайшие месяцы. К сожалению, уже многие столкнулись с медленной загрузкой роликов. Сперва в этом обвинили устаревшие сервера, но депутаты признались, что российские власти замедляют площадку. Главы комитета Госдумы по информполитике заявил, Ютуб может остаться в стране и даже восстановиться. Но для этого компания Гугл должна вернуться и соблюдать законы. А что об этом думаешь ты? Продолжишь сидеть на Ютубе или попробуешь найти альтернативу? Хотя какая альтернатива? Все остальное это просто видеохостинги. Мать честная, меня эта тема уже порядком подзадолбала. В общем, пиши комментарий, будь добрым человеком. Блиц новости откроет Квидич Чемпионс, новая игра по Гарри Поттеру. Разработчики открыли предзаказы и показали свежий геймплей. Геймеры смогут пройти режим карьеры, сыграть за разных героев, а также соревноваться в онлайн-матчах. Также будет кастомизация персонажа и его метлы. Релиз игры состоится 3 сентября. Для подписчиков PS Plus новинка будет бесплатной. Киберпанк и другие игры стали работать лучше на видеокартах AMD. Все благодаря новой технологии генерации кадров Fluid Motion Frames 2. По сравнению с оригинальной программой, она получила массу улучшений. Убедиться в этом можно уже сейчас с помощью превью-версии драйвера Radeon. Для Path of Exile вышло одно из крупнейших дополнений, в котором игроки обустраивают город King's Marsh. Нужно не только сражаться, но и продумывать экономику, торговые пути и многое другое. По словам разработчиков, сперва новые механики хотели приберечь для второй части. Апдейт уже собрал массу положительных отзывов и помог игре установить новый рекорд по количеству человек. Sega выпустила сборник из семи частей Якудзи. В него входят игры про Казума Кирю, то есть спин-оффа в комплекте нет. Набор доступен на ПК, Xbox и PlayStation за 110 долларов. Для новичков это хорошая возможность познакомиться со знаменитой серией перед выходом сериала-адаптации от Amazon. Call of Duty Warzone заполнили читеры. К счастью, это уже исправили. Интересно, что проблемы совпали с выходом Modern Warfare 3 в сервисе Game Pass. Геймеры предположили, что площадка может мешать работе античита. Страшно представить, что случится с онлайном GTA V, когда игра появится в Game Pass для компьютеров. Второе DLC для Starfield может называться Starborn. Именно такую торговую марку зарегистрировала студия Bethesda. Если это и правда второе расширение, то оно выйдет не раньше следующего года, потому что этой осенью в продажу поступит дополнение Shuttered Space. Microsoft закрыла цифровой магазин для Xbox 360. Больше через этот сервис нельзя приобретать игры, но все купленные проекты никуда не денутся. Их все еще можно запускать и проходить. В сети многие попрощались с площадкой, что работало на протяжении 19 лет. И эта новость была одной из самых грустных и ностальгичных. На этом выпуск у нас с вами сегодня подошел к концу. Поставьте лайк, напишите комментарий и увидимся с вами здесь завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok